Субтитры подогнал «Симон» Медик, пожарный, водитель, альпинист, слесарь, психолог – это лишь малая часть специальностей, которые включает в себя профессия спасатель. 23 года этой работе посвятил Станислав Софич, и, по его словам, это та сфера, где не встретишь случайных людей. Те, кто приходят на эту службу, готовы к любым испытаниям. У каждого спасателя есть требования, должны быть обязательные знания, но и спасатель должен быть с головой, то есть у него должна хорошо работать голова. Потому что направлений много, ситуации разные, и в этих ситуациях он должен уметь все-таки принимать решения. Естественно, проходятся курсы специальные для спасателей, он едет, учится, где его учат думать немножко по-другому, больше немножко ответственности. Ну и, естественно, разным профессиям. То есть каждый спасатель обучается, ну, за время работы, наверное, специальностям 10-11 точно. Мы начнем с самого простого – водолазные, там, это парашютная, это альпинизм, это спелеология. Так же, как и водительские разные направления, как водитель маломерных судов, водитель-тракторист, просто водитель. То есть, ну, много всего, как бы, так не перечислишь. Стропольщики, то есть полно профессий, которые он осваивает, не считая там медицины. Обучение этим специальностям может длиться месяцы – одно из самых сложных направлений водолазной работы. Первое погружение Станислав совершил в начале 2000-х, после сотни сбился со счета. Участвовал в установке металлоконструкций под водой, подъеме автомобилей и судов. Собирается группа, скажем, водолазов. Естественно, там есть руководители водолазные, как руководители спусков, руководители работ, работающие водолазы, которые должны меняться там по своим тоже там, скажем, часам, документам, чтобы был отдых. Самое первое, естественно, осматривает судно, снимает его на видеокамеру, снимает с нескольких сторон. Снимает грунт, узнают, какой грунт. Это очень важно тоже. Потом это все смотрится на видео, на большом экране. Принимается решение, как его будут поднимать. Поднимать его можно как понтонами, можно размывать. Ну, естественно, смотрят, какая будет работа. Надо ли задривать все дырки, люки, стоны там и так далее. И потихонечку водолазы начинают с помощью молотка и чопиков это все делать. Забивать, обходить, забивать. Когда все готово, смотрят также по грунту. Если грунт сильно присосал, могут вымывать его, могут рукава закидать. То есть там тоже, ну, различные варианты есть. Когда все там, скажем, размыли, рукава поставили на место. Если понтонами поднимают, значит, заводят понтоны, продувка генеральная и поднимают судно наверх. Потом отбуксируют его, если надо. Если просто выкачивают воду, точно так же туда запускаются рукава, нагнетается воздух, вода вытесняется. И так же он всплывает уже как сам, скажем, как шарик. И так же его вытаскивают, дальше тащат куда надо. В ремонтные боксы или просто на берег куда-то пилить его надо. Работа интересная, да. Сам процесс интересный, долгий, но интересный. Но прежде всего, конечно, основная задача сотрудников в структуре МЧС – спасение пострадавших людей. Правда, к сожалению, чаще приходится доставать тела уже погибших. Как правило, все наши работы связаны с угрозой жизни людей, которые выходят на лед, выходят в море, неподготовленные. Естественно, такие истории заканчиваются печально. Вот вам напоминаю еще раз – берегите себя аккуратно на льду, аккуратно на воде. Тем более, что в Колымских водоемах, а особенно в Охотском море, шансы выжить невысоки даже летом. Поэтому риск не дождаться спасателей есть всегда и лучше советами водолазов не пренебрегать. Им же, в свою очередь, работать в таких экстремальных условиях помогает специальное оборудование. На столе вы видите разнообразные шлема, которые применяются на практике водолазной. Как, например, для водолазного снаряжения, просто маска, маска, ласты, трубка. Так, для тяжелого снаряжения. И также разная схема дыхания у них. Это все практически наше, российское производство. Этот шлем называется СВУ-5. Этот большой шлем называется Шлем Смольского. Есть такой Смольский, который придумал его. Раньше он немножко другое название было. Сейчас он стал Смольским. Это значит Экзо. Экзо-6. Полная лесовая маска. То есть, вот эти все маски, они и шлема, они со связью. Для того, чтобы водолаз работал под водой. И, естественно, если это сварка, резка, какие-то тяжелые технологические работы именно под водой, их выполняют в тяжелом снаряжении водолазы, используя такие более тяжелые, утяжеленные комплекты оборудования. Самое главное, естественно, защищает водолазы от вредной среды. Ну и позволяет ему работать под водой с каким-то определенным временем. Например, легководолазное оборудование, ты работаешь с баллонами. Вот, естественно, запас воздуха у тебя ограничен. Когда ты работаешь в тяжелом снаряжении, как вот в СУ-5 или там РВС, то получается, что вы работаете в шланговой варианте, и вы можете, у вас воздух достаточно много, вы можете долго работать. Естественно, более комфортно в тяжелом снаряжении, так как здесь вы можете настроить себе воздух и не отвлекаться на, скажем, дыхание. То есть, дыхание под водой у вас будет такое же, как на поверхности. Поэтому, конечно, поудобнее и, наверное, тяжелое снаряжение. В легком водолазном легче искать, например, пострадавших каких-то. А так по комфортности каждому водолазу, что комфортно, скажем, для его лица, для дыхания, скажем, как ему комфортно. Ну, чаще всего, конечно же, стараются работать в тяжелом месте. Как на течении, как под водой на больших глубинах, на средних и так далее. Все зависит от того, какие работы выполняет человек. Вес такого комплекта снаряжения может достигать 90 килограммов. Это позволяет водолазам уверенно стоять над ней и выполнять необходимые задачи. Это все, конечно, очень непросто, делится Станислав. Но самое сложное – подготовиться к работе с людьми при трагических обстоятельствах психологически. Особенно в начале службы. Бывает так, что и самим спасателям требуется помощь специалистов, чтобы справиться с эмоциональной нагрузкой. Но со временем характер закаляется. Сопереживать, конечно, никогда не перестаешь. Но хотя бы не принимаешь каждый случай так близко к сердцу. Иначе оно просто не выдержит. Но приятных аспектов в работе тоже немало. Во-первых, она никогда не надоест. Нет ни одного дня, похожего на другой. Во-вторых, постоянно узнаешь что-то новое, путешествуешь, преодолеваешь себя и становишься сильнее. И, конечно, каждая спасенная жизнь стоит всех испытаний. Например, в городе Иркутске там были лесные пожары. В городе Хабаровске как-то поднимали. Судно помогали ребятам. То есть на Байкале поднимали автомобили. То есть, ну, привлекают, конечно, почему нет. Если тем более люди уже обучены, что-то умеют и нужны дополнительные силы для чего-то. Все себя привлекают. Работает Станислав и с молодым поколением. Часто проводят лекции для студентов, воспитанников Центра подвиг и кадетских классов. По его словам, среди подрастающего поколения есть те, кто подает большие надежды и в будущем, возможно, также посвятит свою жизнь труду на благо людей и станет спасателем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok